напряжение между россией и турцией нарастает того и гляди все вылиться в какой-то прямой буквально конфликт в чем интерес казахстана как нам лавировать в этой ситуации что нам делать слушайте мнение политика и публициста амиржана касанова ситуация конечно неоднозначная сложная очень сложно давать сидя здесь в этой студии давать рецепты ситуация с каждым днем меняется риторика меняется было очень ожидание от минфинского выступления премьера медведева все понимали что говорит не медведев а путин что-то согласованная позиция но к сожалению риторика осталась та же хотя как бы в исполнении или в озвучке медведева была более скажем такая цивилизованная без присущих господину путину фраз про сортир иные там интересные места но ситуация усугубляется и действительно это конечно проблема первую очередь самой россии потому что я очень внимательно слушал выступления медведева и вопросы журналистов том числе иностранных конечно не только российских да были выступления эрдогана до утонут углу в европе тоже можно соотносить что-то как бы такой заочный заочная полемика я хотел сказать диалог но к сожалению нету дела полемика поэтому казахстану нужно быть готовым ко всему я не думаю что вот эти задержки фур это всего лишь следствие это последствия той большой внешней политики конечно россия это наш сосед исторический сосед семь с половиной тысяч общей границы история культура но за им на турцию за взаимоотношения человеческие культурные казахский диаспора находится в россии естественно и у нас есть и мы должны дружить крепко обнявшись вместе переживать там сложные периоды да но я думаю что мы себя немножко навредили нашей самостоятельной внешней политики двумя вещами первое это вступление в евразийский союз где априори объективно физически будет россия давлять силу своей мощи потенциала территории экономики да и второе это наш договор где черным по белому написано между россией и казахстаном что две стороны будут вести согласованную внешнюю политику это этого это был нонсенс я в свое время критиковал эту позицию потому что дружить надо у каждого должно быть свое видение тем более турция турции это наши родственники это наша кровь это тюркские народы почти 30 с лишним народов и народности которые проживают по всему миру и если витебске и лукашенко и путин на фестивале славянский говорят базар говорят о славянском значит факторе ничто не мешает нам казахам говорить о тюркском факторе определенные тем более турции на напряжение да 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 турция тем более является мощной экономической развитой самодостаточной тем более она стоит геополитически на очень важном месте для всего мира это связано с тем же беженцами да ступле возможным потенциальным вступлением в с турции так далее поэтому казахстану очень сложно я не думаю что все нужно решать голыми заявлениями или там митинговщиной скажем это должно быть очень вдумчивое первая очередь это экономическая работа потому что экономический блок правительства и внешней политики должны гарантировать экономические интересы казахстана через договора изменения каких-то документов межправительных соглашений для того чтобы завтра экономика казахстана не пострадала от усугубление этой ситуации нужно я пока пока турецкого берега со стороны россии не вижу просвета не вижу пока потому что россия становится заложником вот этой риторики которая началась со времен крыма европа становится заложником крыма того что даже заявление меркель что без решения проблемы крыма ничего не же россия уже там сидит она уже там мост строит да это вкладывать и этот такой гордеев узел который нужно разрубать и турция тоже заложница того что она представляет этот регион естественно и за эрдоганом за доволут углу есть свой электорат им завтра надо идти на выборы и они должны быть патриотами своей страны возможно где-то они готовы к какому-то компромиссу потому что экономика будет страдать от этого будет ухудшаться жизнь завтра пойдут протестные настроения поэтому такой клубок где казахстан оказался не случайно и я буду рад если во время своих переговоров и подписания различных документов просто надо их изучать я не видел эти документы что казахстан заранее оберег себя от каких-то возможных последствий потом дело же не только в экономике дело же в политических вещах евразийский союз и турция наши отношения помните был сюжет по рент-тв я писал в новой газете когда на тюрксой который является гуманитарной культурной организации с участием казахстана где генеральный директор казахстанец господин кассиина бывший министр культуры по рент-тв наехали что-то фашистская организация что казах чуть ли не сидит не рулить это же тоже влияние на аудиторию российскую это все этот такой комплекс проблем я думаю что у нашего правительства должно хватить ума и сердца тактичности корректности но в то же время принципиальности в отстаивании своих интересов скажем сказать той же российской и турецкой стороне ребята мы с вами друзья мы партнеры не извините есть у нас экономический интерес там-то у нас есть политический интерес там-то мы будем это отстаивать чтобы это чтобы вражда между россией и турцией не стала поводом для негативного отношения и россии турции в отношении казахстана